Едем? Едем? Автор, да! Автор Поехали! Поехали! Уходи в сторону Давай Все мы вышли в самообороне Евромайдана Учитывая, что мы Харьков, большая группа людей Моих коллег, друзей, уже побратимов Со временем Понимая нашу близость к российской границе И возможность конфликта прямого Прямого вторжения Вот с тех самых пор начала сорганизовываться И тренироваться сначала просто как Ну, такие группы параноиков Такая, знаете ли, народная самооборона, да? Народная ТРО, назовем ее таким образом Мы и сами этими селя ТРОшниками называли До того, как это стало модным Мы организовывали сами себе тренировочные базы Нанимали, покупали, заманивали инструкторов По различным военным темам, наукам, тактике Сплошные тренировки на выходных нон-стоп То есть, образно говоря, в пятницу приехали в лес И в воскресенье вечером оттуда вылезли Да, мы все были мотивированы Многие из наших друзей, коллег, которые точно так же были Никогда ни разу не военными Кадровыми, профессиональными Пройдя вот это вот тренинг и обучение Вместе с нами Потом уходили добровольцами Ну, 92-я бригада наших В разведку бралось удовольствие Все потом мы перешли в режим резервистов Это загинали территориальные обороны и роты охраны при РВК И вот мы выступали, ездили в Генштаб На конференции террообороны Рассказывали о нашем опыте Как можно вот ничего за свои собственные Ну, извините, что я говорю деньги Потому что затраты достаточно высокие Сейчас, я так думаю, вся наша страна понимает Сколько стоит экипировать бойца И все это длилось, 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 длилось Пока не началась война Вторжение, да? Ну, война-то 14-го Когда начался Евромайдан Я состоял в одной организации Автономная спилка трудящих Такая, типа, синдикалистская Организация, вышедшая из студенческих протестов Акции прямого действия у нас были Мы захватывали стройплощадки Когда, типа, антизастроечные акции Антиклирикальные, когда у нас строились Церковь, мы там, типа, тоже устраивали кипер Захватывали строительную технику Вот Дрались с ментами В общем, активистский бэкграунд у нас был Перед Евромайданом Очень много было лёгких телесных повреждений Нанесено нам и нашим противникам Ну, стравильно говоря, хули на неё какое-то Но, помимо этого, всё-таки надо признать, что на Евромайдане мы действительно вносили повестку Касательно образования, медицины и транспорта То мы, как бы, не знали до конца, какой, ну, вектор развития у Майдана И мы решили, что мы должны как-то проявить себя как анархисты Со своими взглядами И всё это затянулось на долгую историю Как, не знаю, каждодневная работа Что каждый день мы ходили на Майдан Каждый день мы общались с людьми Раздавали листовки Потом в дальнейшем участвовали в обороне В самообороне Майдана Продолжение следует... но мы пошли воевать 24 февраля с машей и где-то первых числах марта к нам подключился сыч не было никакого военного опыта вообще то есть да был активистский опыт и я в жизни могла бы предположить что на войне он пригодится нет него опыта пару каких-то вышки военная кафедра ну или другими словами ничего в первую очередь когда мы идем на войну или думаем а пойти нам или нет потому о боже что же делать я же щупленький слабо я не умею стрелять или я ничего не понимаю взрывчатки не знаю что там по передвижением еще что-то все такое большинство этих вещей они ну как бы я бы не скажу что это долго осваиваем на самом деле очень многое зависит наверное от инициативности был такой случай мне его рассказал абсолютно недавно один наш от на ротник от на батальонник в общем короче наш коллега он от ученик он воевал 14 с 15 года десантно-штурмовые бригаде то есть парень с опытом донбасс там все по полной программе недавно как-то он мне сказал я помню тот случай когда вы первый раз приехали к нам на позицию приехал какая-то машина это передовая позиция удаленная всех это самое начало зима лес снег по колено минус 20 вот мы приезжаем летать мы только познакомились драмы только вот как-то я на своей семейной машине ребята со мной с рюкзаками мы все такие смешные не в гражданской одежде но в общем короче брак да как это все вначале был она ведь я смотрел приехала машина оттуда выходит дед девочка и какой-то пацанчик я такой думаю пиздец больше некому хальков защищать вот это буквально дословно это так выглядело со стороны ну практически профессионального военного но таких такого было безумное количество таких как мы было очень много есть много и это не я же не говорю только про хайков да это вся украина нож ну вот мы вот такие это классно это то что нас отличает мне кажется от нашего противника потому что там это из-под палки а мы действительно защищаем свой дом умеешь не умеешь хочешь не хочешь у нас в общем-то выхода другого то не было металла нам повезло нам повезло потому что мы пошли добровольцами нас окружали добровольцы мы как бы оформились в зсу будущее как бы таким коллективом добровольцев уже рабочим с опытом да как бы и нам дали свободу то есть что возможно как бы отчасти это уникальный случай потому что мы как бы уезжали утром работать находили места под полеты находили цели дальше работали по этим целям с артиллерией единственное что от нас просили это каждый вечер отчет что мы вообще сделали 26 февраля мы уже летали два дня но у нас был первые боевые задания как мы искали до группы дрг и наконец-то мы находим в лесопарке замаскированную группу людей белые сетки белые машины посреди лесопарка бежим сообщать нашему командиру из 92 бригады он говорит отлично вы нашли дрг поздравляю собираем штурмовый отряд выдвигаемся накрывать и мы радостные такие пойдем выпьем чаек наконец-то первый боевой успех и рядом с нас гвардой у них там сидит полковник а чё это у вас такие довольные лица таки а нашли группу дрг в лесу вот такой да да 92 уже идет окружать с двух сторон сейчас будут брать в клещи его и все вот такая покажите показывать это нацгварда вот в общем таки стоп стоп отмена куда ну в общем это перед история к тому что мы создали чат защищенную зашифрованную мессенджер в которой мы добавляли разведку командиров и артиллерию всех подразделения которые были в зоне нашей работы и это была первая такая попытка создать некоторые горизонтальные связи то есть на низовом уровне бойцы разных подразделений в разных формирований на таких как нацгвардии и зсу могли напрямую контактировать без того чтобы отправлять информацию куда-то штаб штабе она где не там долго-долго бы обрабатывалась потом спускалась это работа это действительно работала и был быстро очень обмен информации буквально моментальной при том не только ну не только с нашей стороны да это и другие уже птички начали появляться кто-то что-то обнаружил он выкладывает информацию и они уже все знают наши не наши да кто будет стрелять это ускоряло процесс и скорость реакции в общем-то в принципе на любые действия противника это реально классно например пилоты нацгвардии у них были тогда леки они летали как бы достаточно далеко достаточно далеко но могли снимать только под определенным углом 90 градусов снимать самолетик когда у нас были вопросные цели до которых мы например не могли дотянуться мы просили в своем полете задеть определенный участок чтобы сделать в ракурс сверху они в свою очередь когда их интересовали какие-то ближние цели которые до которые могли дотянуться мы со своими беспилотниками они просили сделать ракурс сбоку и мы как бы получается компоновали при том что мы находились абсолютно разных структурах доходило до того что мы включали их фотографии свои отчеты они включали наши фотографии свои отчеты я бы пошутила что это что-то по типу фриланса случалось то есть когда в чатике например а кто может покорректировать на такой по такой-то цели в таком-то населенном пункте ну мы можем или там кто-то еще да там или кто отработает по этой цели там жирную вкусную цель ну то есть вот такие вот какие-то переписки не нужно было ждать каждый раз до вот этого колокольчика там приказ сверху это все было без приказа даже даже вот такая ситуация помню мы сидим в подъезде и именно кисло идут кадровые ссо и сыч такой а мы нашли короче в этот собственно град орков который застрял в в речке и мы сидим дискутируем за херачить вместе с арселем выстрелили по нему град уже застрял в речке и он уже не уедет но могут прийти и забрать его но с другой стороны у него уже колеса нет уже местные разграбили надо было расфигачивать было бы красиво вот или не надо там диспуты долгие да то есть с выступлениями вот у него есть мы с ним и это идут кадровые ссо и сыч такой говорит ребят у нас тут такая дискуссия вот мы нашли град он сломан застрял в речке и расхерачить или нет и ссошники такие ребята у вас что командования нет тут умение общаться с людьми ну кто бы мог подумать что это блин окажется одним из ключевых каких-то моментов на моем личном опыте создание каких-то ниточек взаимосвязи взаимоподдержки до которая там работает там до сих пор что там можно там не знаю нам что-то нужно там по технике кто-то там позвонил проконсультировался потому что у всех плюс-минус одни задачи я думаю тут уместен будет пример про берку в авдеевку у нас последнюю да согласна так получилось что ну когда очень громко звучало про пески и авдеевку если помните нам сказали что у нас боевое распоряджение на авдеевку и там собираетесь через два дня там срочно уже там надо быть такие божечки мы там ни разу не были на это вообще новая территория незнакомая что же там делать и как бы бегом 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 начали искать контакты кто там находятся то есть пилотов узнать больше информации обстановку как вообще что по находили контакты на следующий день нам говорят нет боевое распоряджение отменяется вы не поедете в авдеевку но так получилось что в итоге контакты которые мы понаходили мы их познакомили друг с другом что люди которые работали на одном поле так но не то чтобы это супер какая-то там важную этом вклад но это тоже важно да то есть когда ты там и и обладает ну хаоса очень много и вот эта поддержка между разными подразделениями она на колоссальную роль играет просто колоссальную когда началась война многие поняли что звание людей не соответствует компетенции людей вот и у нас началась такая тема как выборность командиров например нашей ротой командовал солдат с точки зрения армии он солдат официально по бумагам назначили другого человека старшего по званию самого старшего имеющегося в нашей роте но это был только по бумагам командир потому что все равно командиром считали кого выбрали я видел в начале войны подполковников которые подавали пилотам дронов дроны и это было их задание потому что все понимали что этот полковник он был во первых в том роде войск который уже сейчас не используется его компетенция нулевая да он был преподавателем в танковом училище у меня вот но тем не менее как бы сейчас он абсолютно бесполезен он делал это с удовольствием но вопрос не то что подавал дроны тогда не так вот это его было действие он работал в команде и его команда фигачила и полила русню здоров то есть вот что самое и там не было никакой звезды я полковник без всей этой муштры советская группа идиотская еще какой-то люди делали свою работу и делали хорошо по поводу вот общение как бы артиллерии и пилотов дублирование задач то есть как раз на горизонтальных связях решается есть например на одном участке там пересечения стоит там например 93 бригада механизированная и рядом стоят десантники из там например 81 дшвшники да и у тех и других есть пилот дронов и пилоты самолетов и они у них примерно одна зона интереса то есть они в одно и то же время летят в одно и то же место вот как бы тем самым увеличивают риски как бы да и сам не несут никакой пользы то есть и они например сами без командования договариваются о том что первая группа например летает с и высылает информацию соседям вот вторая летает например в обед и высылает тоже всю информацию соседям да и соответственно не контакт намного эффективнее так работают горизонтальные связи потому что а дальше если они действительно хорошо сотрудничают например 93 может поделиться своей картой полей мирных например да а вот сейчас в зсу в других наших воюющих структурах большое количество людей которые пришли пусть они не не профессиональные военные да там кто-то когда-то служил да еще что то это люди пришли из бизнеса при том абсолютно разного уровня менеджеры топ-менеджеры да таких людей много очень много и вот мне кажется у них есть понимание важности коммуникации важно важность и быстрости передачи информации до важности ответа на эту информацию что это люди из бизнеса время деньги собственно говоря эффективность максимально очень очень круто и потрясающе что в эту войну пришли люди не имеющие какой-то предварительные именно такой вот закостенелый армейский опыт гигантский гигантский был поток как раз людей пришедших добровольно и это были и люди из бизнеса до разного рода там разного разного уровня да и айти и там опять же там что нибудь и фрилансеры и фрилансеры и там и художники хорошо да очень много производственники торгующий бизнес можно было салют абсолютно неожиданного вообще из неожиданной какой-нибудь сферы тогда встретить человека но как бы я бы сказал что этих людей объединяет первую очередь это инициативность и не до конца понимания иерархии ну там о привет о привет то есть не было такого как ты смеешь ко мне обращаться ты там не знаю низшее звено солдат там или еще что-то как бы большинство как бы вообще на это было плевать то есть тут важно было вот эффективность то время и вот прочее и конечно же те кто имели опыт организационный я поэтому просто говорю как как в бизнесе так и вот в активизме так но вообще есть этот опыт так бы то но очень сильно на самом деле когда мы общаемся с какими-то людьми до и политические взгляды могут где-то как-то сложить впечатление или там что ну возможно после войны я не буду общаться с этим человеком или там еще что-то да но когда пытаются создать какие-то левые отдельные автономные там взводы рот это достаточно рискованное суицидальное дело объединяет всех энергистов в одном месте при этом не имеющих толком опыта и отправить потом их просто ну как бы в один конец приоритетом становится то как человек адекватно насколько адекватно он себя ведет в рискованных ситуациях насколько адекватно он будет вести себя там как специалист какой-то области очень много конечно грани и восприятия политических взглядов они стираются потому что но это не война на кухне ну как бы это сказать хорошо сказал а а а а а а а Продолжение следует... 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 Представляешь, даже растяжек понаделали на могилах. Да ладно. Ну я тебе говорю, вот сейчас у нас ходит один, ямки копают. Ну саперы. Саперы выходят, сюда не ходите, и вот осмотрят, что там, оно же не видно, везде полно растяжек. А что там на чердаке? Я говорю, кому надо лезем, полезем. Да нет, не то. А там здесь что, излазили все вдоль и поперек, искали только вот это. А у нас ничего нету. Ну что, сигарет тоже нет. Я говорю, нет, мы никто не курим. Развернулись, пошли. Или если, допустим, приходят в хату, да, а там, как сказать, вот ты не хозяин, выходите. Повытаскивают все, и выходили уже с сумками вот такими. То есть выгоняли хозяина? Да, нет, если ты не хозяин, но люди же все пооставляли же ключи. Вот, они открывают, чтобы не выбивали. Они их выгоняют и с сумками уже потом выносили, что хотели. Что хотели. Так, Шуксюнчик, и так у нас было. Ну ничего. В первые дни, когда освободили Росского Лозового, мы туда заходили. В Росского Лозового как бы мы сами лично и видели, и слышали истории о тех, кто только-только туда зашел, про кинутые, ну про то же самое мародерство, да, но вещи, которые не успели увезти отступающие войска РФ. Иногда доходило. Ну честно, это для нас вообще непонятно. Ну то есть там, например, знакомый говорил, что он был в шоке, там мешки, там с нижним бельем. Ну вот, серьезно. Ну то есть иногда мы смотрим в каких-то пабликах, думаем, все, ну как бы, ну ерунда какая-то. Мы просто листаем, ну, может, да, нам нечем, нам есть, наоборот, чем заняться, да, как бы, на это все отвлекаться такой ерунда, но когда ты еще это слышишь от тех мнений, у которых, ну, людей, которых ты можешь доверять, это очень сильно как-то запоминается, я бы сказала. Один из домов мы вот тоже искали для работы, странный был дом, как бы, открываешь там дверь и понимаешь, что весь дом где-то по колено завален игрушками. Детскими игрушками. Детскими игрушками. Разнообразными. Причем именно равномерно по колено. То есть ты идешь через гараж, где была там машина, да, там оно все завалено. Там, заходишь там в коридор, там ванная, там кухня, оно все завалено игрушками. Ну, мы такие, боже мой, что это за дичь такая? Ну, что кто-то их свозил со всего села, туда свозили просто детские игрушки. Зачем? Ну, как бы, для того, чтобы их потом вывезти в Россию, ну, как бы, что за бред вообще? Что за ерунда? Ну, конечно, как бы, там, учитывая, что, там, Сыч, у него, как бы, есть опыт саперной работы, да, он там осматривал, проверял, нет ли растяжек, там, еще когда, потому что ты, как бы, идешь, и, ну, ты же не видишь, как ты там становишься, непонятно, что под этими игрушками, и вообще, что это за дичь. А потом уже оказалась такая достаточно разумная гипотеза, что, скорее всего, туда сносили детские игрушки из-за пластида, которые используются как раз в минно-саперном деле, да, то есть во время отступления, например, оставлять пакости, там, для тех же местных, не знаю, там. То есть игрушки эти предназначались для минирования, то есть это минные ловушки, которые отрывают руки, ноги, калечат детей. Ну, вот так. Нас это, конечно, удивило. К игрушкам принимают игрушки? Нет, вовнутрь. Внутрь засовываются. Внутрь? А это, ну, как бы вещество, оно помогает, я так понимаю, процесс взрывания, если можно так сказать. Ну, пакет — это взрывчатка. Да. Это вот... Мы отработали это, да, да, этот вопрос у нас возник, но у нас было важное задание, мы его отработали, мы оттуда уехали с этого дома. Еще раз повторюсь, не мы туда заходили первые, мы его не вскрывали, да, там, до нас уже негодяи ДНРовцы, они там, ну, местные разные говорили, это уже потом. И мы к этому... То есть это настолько была странная ситуация, это вообще зрелище даже странное, что мы несколько дней потом к этому возвращались, несмотря на плотную работу, да, обсуждали. Это реально какая-то дикость. Это не то, что дикость, но это даже не средневековье. Я не могу это объяснить. То есть умышленные такие действия, это... Просто... Ну, вот. То, что Даня не провел детство русского за воином, это очень здорово помогало в нашей работе, потому что он знал эту местность, и у него была прекрасная ориентация. Он моментально соображал, где что находится. Даня комментировал откуда, где может стоять, кто стоит, где могут спрятаться, но это было здорово. Тёмно-зелёный цвет. Очень любят. Ими любят красить заборы, колодцы, остановки. И в определённом освещении он очень напоминает военный объект. По которому... Технику, позицию. Представь, в тот же март месяц. В нашей артиллерии очень много БК. Тогда ещё, на тот момент. Это, в смысле, совсем нет. Нет, март месяц ещё есть БК. Кот мне говорит, я хочу навалить, я говорю, цель не подтверждена. Нет, я хочу навалить. В апреле БК стало сильно меньше, они начали экономить. В мае была реально голодуха. То есть такие, там сто процентов стоит танк. Циркуны. Две недели ребята не могли отработать, потому что просто нечем было работать. А в апреле там что-то тёмно-зелёного цвета. Это колодец. Они просто покрасили колодец. Я знаю русского, забываю. Это колодец. Точно? Точно. Мы нашли Беттер. Это остановка, ребята. Я знаю, там стоит остановка. Нет, нет, сто процентов Беттер. Я говорю, полетите, посмотрите. Кидал остановку. И вот было таких пару моментов интересных. Мы вот недавно в учениях участвовали со штурмовыми отрядами. Нас попросили понаблюдать с воздуха, насколько их видно вообще. Скажу, что мы достаточно быстро находили. Ну опять же, это опыт. Да. Это опыт. Для других людей это не значило ничего. Да. А так же летишь на 300 метрах, на планшете смотришь, и такой, опа, вот там вот микродвижение. То есть ты сразу видишь. А вот здесь что-то не то. А это в итоге снайпер сидит, весь затянутый маскировочный. Никто его знает, почему туда посмотреть. Это опыт на самом деле. Это профессионализм, который рождается во время военных. Оно, конечно, выглядит. Я боюсь, что вы знаете, сейчас опять, может, скажу крамольную мыс, но вот на гражданке это бы не могло появиться, даже если это военные, которые тренировались в мирное время. Этого бы не появилось. Согласна. Потому что противник маскируется. Различные ландшафты. Они не дураки. Они тоже хотят выжить, гуляют под нашим огнем. Они прячутся. И вот этот опыт увидеть, это очень важно для АРА-разведки. Увидеть. Существует на войне такое понятие, и всегда существовало, как правильно это называется? Бородерство. Так точно. В серой зоне, там большое количество особняков, коттеджных поселков и так далее, и тому подобное. Очень неприятно увидеть. Красивый и приятный дом. Да, в котором жила приятная семья, муж, жена, ребенок, в котором выбиты двери, на первом этаже растаскано все, наплевано, бутылки в перемешку с едой. Ну, короче, хаос полнейший. Мерзко и неприятно. Мерзко и неприятно. Разбросанные там какие-то продукты, которые из холодильника достались. Там жили люди, они вложили туда денег, они сделали домик своей мечтой. Нам очень симпатично оно выглядело. Нам нужно было оттуда просто проработать. Это была удобная точка, которая нас устраивала по многим факторам. Нам нужно было... Мы нашли такой домик, от него слетали. Ну, еще раз подчеркиваю, мы там были не первые. Кто-то выбил дверь, кто-то там нагадил внутри. И, возможно, и продолжали бы гадить. Возможно, что-то украли. Мы не понимаем. Вот такой вот все там, кавардак, бардак. Мы сделали свою работу. И когда оттуда уезжали, очень не хотелось, чтобы это продолжалось. Поэтому я сымитировал, что этот дом заминирован. Натянул внутри ниток, чтобы их видно было со входа. И фломастером, маркером, который у меня всегда в бронежилете, написал на стене, что там заминированы мины, ловушки. Точка. Я не знаю, кто это были. Гражданские, военные, чужие, ДНР, россияне. Я не знаю, кто там был. Но не хочется, чтобы они туда вернулись. Не хочется, чтобы они добили и уничтожили этот дом. Потому что люди, которые там жили, они туда вернутся. Хотелось бы, чтобы у них как можно было меньше потрясений. И так уже досталось. Вот, в принципе, все.